Добрый день, сержант Ступок. Что же это мы нарушаем? Здравствуйте. Простите, пожалуйста, а вы не могли бы объяснить, что я нарушила? Во-первых, вы не пристегнули. Во-вторых, ближний свет не включили, когда ехали по трассе. В-третьих, я еще не придумал. А в-четвертих, по-любому придумаю ваши документы. Ой, а вы, значит, мне кажется, я их дома оставила. О, ось уже и придумал. Ну что, давайте как-то решать. Давайте, а что будем решать? Кресворды, задачки, сканворды, а? Так. Який день за рулем? Сегодня первый день. А что? Я так и думал. Выйдите, будь ласка, из машины. Понимаешь, если мы сейчас с тобой не договоримся, я оформлю протокол. А протокол это для тебя геморрой, а для меня вообще хрен с маслом. Ну, тогда давайте я все-таки попробую с вами как-то договориться. Молодец. Давай договаривайся. Давайте с вами договоримся, что вы не оформляете протокол, а я еду дальше. Давайте с вами договоримся, что вы меня сейчас отпускаете, а я больше не нарушаю. СМЕХ Давайте с вами договоримся, что вот как будто бы сейчас ничего с нами не было, а я вас целую в щечку. Ты что, никогда в жизни на лапу не давала? Что? Ты меня должна подмазать. От слюня ведь. Понимаешь? Да вы вообще думаете, что вы предлагаете? Я замуж. Господи, ты боже мой! Ты что думаешь, я на тебе тут жениться буду? Да и себе на каждой такой, как ты женився, у меня бы такие алименты были. Что случилось? Девственница тут у нас. В смысле? Первый раз на лапу дает. Вы не знаете, что она от вас хочет? Нет. На меня дивиться. Угу. Пры-ы-ы. Ох. О! 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 Угу. 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 Понятно, а, так вам деньги нужны были, да? Слава богу, поняла. Спасибо, что помогли напарник. Ему деньги нужны были, ему негде было одолжить. Он все как-то объяснял так спутанно. Ну, смотрите, какой у вас хороший партнер, вас без слов понимает. Мальчики, спасибо вам за такой первый раз. Я даже чуть-чуть удовольствия получила. Так, удачи вам, ребятки. Какая штучка! А можно и один раз? Очень быстренько. Так, все, пока, мальчики. Чему их там эти инструкторы? Ну, вот как она жить будет, да? Кошмар. Деньги верни. Что? Грощи я тебе давал. Ну, чего ты мне не давал. Ты помог напарникам, ты молодец. Ты ж мудал, ты ледяй. На троих. Здравствуйте. Здравствуйте. Да что вы так орете? Что я не причесалась тогда с утра? Нет, нет, вы тут ни при чем. Я просто всего боюсь. Ой, вы знаете, я тоже такая трусиха. Честно говоря, боюсь пауков. Высоты. Плавание. Ого, орете как. Видите, всего, всего, всего боюсь. Я, я, я поэтому к вам и пришел. Да я вижу, что запущено у вас. Ага, ага. Скажите, может быть, у вас есть лекарство для, для храбрости, а? Для храбрости? Ага. Есть одно. Правда? Очень хорошее средство. Вот. Берите, берите. А оно поможет? Очень поможет. И главное, верьте в себя. Верьте. А? Чувствуете? Прилив сил, уверенность. А, уже, вот уже прямо чувствую. А ну-ка, проверим. Ага. Паук. Ага. А, высота. Ага. Коммунальные тарифы. Ага. Вот этого чуть-чуть еще побаиваюсь. Этого я тоже боюсь. Ага. А, и все. А так вот оно, ух, как. Да? Да. Ну и все. Спасибо вам. Вперед. Спасибо. Цикля. Да идите вы с вашими побочными эффектами, знаете куда? Вот туда, откуда они у вас появились. Что? Девушка, здравствуйте. Здрасте. А, это вы. Это я. Ага. Дайте мне еще этих таблеток для смелости. Скорее сюда идет моя жена. Скорее. Пожалуйста. Да не открывай. Ничего ему не продавайте. Так а я же обязана помогать людям. Каким людям? Это мой муж. Бывший муж. А. Да, а ты моя бывшая жена. Я подаю на развод. Вот, ты надо мной издеваешься. Ты меня третируешь. Ты, ты, ты. Это ты продала ему лекарство от страха, а? Да ничего я ему не продавала. Просто дала аскорбинку. И сказала, чтоб он в себя поверил. А он поверил. Поверил и перестал бояться. Аскорбинку? Ну, да. Так это, как это. Мариночка, прости меня, пожалуйста. Я так больше никогда, никогда прости меня, пожалуйста. Дома поговорим. А вы, девушка, дайте мне бинт, пластырь и две банки йода. А-а-а-а-а. Зачем? Я тебя научу опять бояться. Пошли домой. А может, не надо? Надо. Я тебя вылечу. Афминь. Эх, вы. Аскорбинка. Аскорбинка. А-а-а. Стикер. Еле запер эти сумки. Ты что, туда кирпичей наложила? В одной из них, да. Зачем у тебя кирпичи на пляже? Ну, как-то. Под лежак. Ну, лежаки же не всегда правильно стоят. Ты что, хочешь, чтобы на мне неправильно загар лег? Да нет, это ты хочешь, чтобы я здесь лег и умер. Саша! Говори глупости. Ты что? Тебе нельзя умирать. Ты же должен еще эти сумки домой отнести. Блин. Саша, доставай полотенце. Тут реально кирпич. Ну, да. Капец. Яна, а зачем тебе столько полотенец? Ты что, ими торговать собралась? Саша, ты ничего не понимаешь. Вот этим я буду застилать лежак. Это для ножек. Это для ручек. Это для лица. Все, 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 все. Я понял, я понял. Ты взяла полотенце для каждой части тела. А еще я понял, зачем ты взяла кирпич. Для того, чтобы я пошел и в реке утопился. Саша, ты что за глупости говоришь? Да, да, я помню, помню. Надо же еще кому-то это все домой отнести. Так, Ян, где мои плавки? Я их дома забыла. То есть утюг ты не забыла, а плавки мои забыла? Саша, ну ничего страшного, пойдешь и вон в шортах покупаешься. Вообще не кричи на меня. Вон мужик идет, ему еще, безусловно, хуже. Да не, ну это мужик по-любому чем-то торгует. Не может нормальный человек с такими сумками на пляж прийти. Мужик, чем торгуешь? Креветки, пиво? Да не, я не торгую. Приехал с женой отдыхать, твою мать. А в сумках что, жена? Да не, в эти, полотенца. А в тех, что в прицепе остались, там перекусить, покушать, бегуди, утюжок, пеплойки, купальники, утепленные купальники. Вот видишь, я практически ничего не брала. Да, да, с пустыми руками пришли. Олег, ты почему так долго? Тебе же еще лежаки разгрузить надо. Бегу, Мариночка, бегу. Ладно, я пойду, мне еще успеть разгрузить это все. К вечеру. Мужик, если что, у меня кирпич есть. Саш, ты что, думаешь, он топиться будет? Я бы на его месте утопился. Саша. Ладно, Ян, давай мне одно полотенце для всего тела. Саш, я такого полотенца не взяла. Яна. Это подлежак. Саш, ну, теперь же я еще сумки домой нести. Я же хороший, я же хороший. Конечно, хороший. Одного корма только на 200 баксов сожрал. А ты знаешь, сколько надо работать на таможне, чтобы 200 баксов заработать? Тише, тише, не кричи на него. Ты же знаешь, чья это птица? Да знаю. Сам уехал, слышишь, на Мальдивы, а нам оставил за этой курицей какашки убирать. Ты же засранец, как и твой хозяин. Я не сырно, вольно. Ну что, орлы, позаботились о моей птичке, присмотрели? Так точно! Молодцы. Благодарю за службу. Побольше бы таких нам, побольше. Красавица. Ну, раз уж я здесь, доложите, какая у нас выручка сегодня. Так, а сегодня день неважный был. Сколько? Три тысячи. Точно? Точно, точно. Агент Иннокентий, доложите обстановку. Шестнадцать тысяч, шестнадцать тысяч. Начальнику скажем, что три тысячи, остальное поделим. А вы не охренели? Никак нет. Это все птица. Как никак нет, как да-да. А вы что? Наш начальник охренел за такие проценты от выручки. А, мало зарабатываете? Ну-ка, покажи часы. У тебя что, часы дороже, чем у меня? Да нет, это же это, китайская поделка. Сын в переходе купил. Смотри, какие часы купил. Швейцария, золото, всего пятьсот тысяч. Да какая Швейцария, какое золото, посмотри, это китайская... Ну-ка, странно, но очень похоже на настоящее. Научились подделывать. А это что? Новый телефон? Какой телефон? Уже никакой. Так сколько, говорите, заработали шестнадцать тысяч? Кеша просчитался шестнадцать плюс десять. Кеша никогда не просчитывается, но мне нравится ход ваших мыслей. Вот, пожалуйста, шестнадцать плюс десять, всего двадцать пять. Где еще штуцер? На кормышу. Да, в копеечку ты меня обходишься. Ну да ладно, пойду проверю еще одного агента. Агент Гоша сейчас в соседнем кабинете. А вам, Иннокентий, выношу благодарность. Побольше бы таких орел. Я тебя сожру, понял? Мой телефон! Пулляма. Пулляма в дребезге. Блин, паутинка. Паутинка. Мне же сказали, он буты непроницаемый, пуля непробиваемый, пуля защищенный. Опять два года без отпуска. Опять. Ну я как бы ничего такого не слышу. Да есть там у него эти газики. У него... Э-э-э, ты что-то сильно не газуй. А то это товар испортишь. Какой товар? Это мы... Это игра такая, а мы какашки товаром называем. Ты давай, короче, что-то делай, чтобы у него этот товар вышел в красивой блестящей упаковке. Не надо вот этих ваших аллегорий. И для начала нужно понять причину. Что вы сегодня кушали? Порошок. Да, муку. Муку он нажрался. А, вот видите, муку. И много муки. Двести сорок грамм высококачественного, как она называется, мука высшего сорта. Понятно. Ну, знаете, есть у меня одно быстродействующее средство. Надо только пройти сразу. Никуда не пойдешь. Пускай тут это делает. В операционной? Да. У него, это, боязнь черных дыр. Короче, пускай тут из него все это выходит. Ну, а запах. За испорченный запах. Вот тебе. Освежитель воздуха. Да, да. Это самое. Ты давай пистон. Тушься, тушься. Я посторожу, чтобы никто не зашел. Любезнейший. Вам, кстати, очень сильно повезло. На вас первым я испробую свою новую ультра-современную клизму. Попробую. Попробую. Готовы? Деться, не надо. Да-да-да-да-да-да-да-да. Снимаем штанишки. И раз. Сорок семь. Сорок восемь. Все. Что значит все? А где еще два пакета, док? Откуда я знаю? Док, ты даже не представляешь, что за эти два пакета сделает наш шеф. Повар. Слушай, ну чего вы ко мне пристали с этой мукой? Зачем она мне надо? Я вообще не люблю выпечку. Ну, наверное, в нем осталось. Доставай. Все. Мука пошла по венам. Ты что делаешь, пистол? Что, доктор? Будем тебя надувать сейчас? Не надо. Пистол, не надо. Пистол допустить. Ты же авторитетный вор, ты что делаешь? Адреналин люблю, адреналин. Голи, Голи. Куда только идешь? Иди только сюда. Короче, добазарились, да? Ты проигрываешь и даешь деньги на ремонт. А если ты проигрываешь, то я не сдаю на ремонт еще два месяца. Из тебя пузырь. Я за базар отвечаю, комочки мне в маму кашу. Ну, тогда бей. А вот и трифовый валет постучался в двери. А ему дверку и открывает паханчик крестовый. И в бубен ему сразу на. А тут тузик трифовый мазу потянул за вальта. Говорит, мол, че ты моего вальта обижаешь? Отбой. Отбой. А вот и две шестерочки. На погоны вам, батенька! Тебе это научилась вообще? Ты шо, сидела? Да, короче, три года в педрогатнике отсидела от звонка до звонка. Ну, а потом попала вместо строгого режима. Ну, в смысле, в эту спецгруппу. Да, покидала я тебя жизнь. Карточный долг. Долг чести для мужчины. Держи. Ну, ты мне должна пообещать матч-реванш. Посмотрим. Все, позови моего малого, я на улице курю. О, кстати, дай сигарету, не впадла. Последнюю даже менты не забирают. Пожару нет. Ох ты, ёпт. Здравствуйте. Интеллигенция попёрла. Здрасте. Извините, пожалуйста. Я за Амадеусом. Приветствую вас в нашем заведении. Прекратите издавать эти звуки. Если бы Зальери знал, что можно так издеваться, он бы не отравил Моцарта, а попросил бы его, чтобы вы сыграли. Я так могу долго играть. Я два года в яслях работала. Там такой рёв. Струны на гардинах лопались. Я согласен. Я вам даю деньги на ремонт. Вы мне возвращаете скрипку и ребёнка. Я на улице жду. Вот и пригодился месяц школы игры на баяне. Алло, Зиночка, привет. Что у нас там сегодня в столовке? Свежий? Всё, иду. Давай. Здравствуйте. Блин, я только обедать собрался. А зная ваш темперамент, на час тут задержусь. Ой, поверьте мне, надолго я вас не задержу. Давайте, что у вас там? Быстрее только. Я хотел задать вам один вопрос. У вас же это бесплатно? Да. В таком случае вопрос будет не один. Скажите, пожалуйста, чисто теоретически, если я кого-нибудь убью, что мне за это грозит? Зачем это вам? Ой, ну ситуации в жизни бывают разные. А время – это деньги. Поэтому я хочу знать, сколько я вдруг потеряю денег из-за этой тюрьмы. Мать. Ну смотрите, убийство, ну, от 7 до 15 лет. Ой, вы, это много. Скажите, а если человек был плохой? Без разницы. Вот какие глупые у вас законы. Разницы нету, вот хороший или плохой. Ладно, сейчас я быстренько. Я на городской. Алло, Сарочка, не надо точить ножик. Да, вам мне сегодня не понадобится. Да, передумал. Что вы так смотрите? Я придумал чистить рыбу. А, рыбу. Одну секунду, Сарочка. Все у вас? Скажите, если чисто теоретически, я ограблю банк. Что мне за это грозит? Ограбление банка, ну, это от 5 до 8 лет. О, это тоже очень много. Лё, Сарочка, зашей эту шапочку. Да, черненькую мою. С прорезями для глаз. Что вы так смотрите на меня? Зимой голову нужно беречь. Я готовлюсь к зиме заранее. Ну, все. Скажите, чисто теоретически, если я, например, ну, разобью стекло в машине, что у меня за это будет? Разбить стекло в машине – это мелкое хулиганство. До трех месяцев. О, это прекрасно. Сарочка, жарьте рыбу. Я нашел выход. Все. Спасибо за консультацию. Всего доброго. До свидания. Зиночка, разогревай. Борщик, борщик. Ух, наелся. Заходим, заходим. Вы ручки уберите, а то можно из-за применения физической силы загреметь. Я законы знаю. О, знакомый персонаж. Ты что, его видел? Да только что приходил за консультацией. Что, ограбление или убийство? Да прикинь, кирпичом лобовуху в нашей машине разбил. Три месяца за мелкое хулиганство. Я законы знаю. Ты нафига это сделал? Ты что, идиот? Идиоты платят ту коммуналку, которую придумало ваше правительство. А мне дешевле зиму в тюрьме пересидеть, чем за это платить. Блин, ты чего? Зачем ты это сделал? Мы же могли договориться. Ой, поверьте мне, договориться с вами, это было бы расходы. А так, все по закону и бесплатно. Я имею право на один телефонный звонок. Я законы знаю. Алло, Сарочка, не волнуйся, успокой маму. За ограбление всего три месяца дают. Да, пусть грабит банку. До встречи через три месяца. Оформляется. На троих.